Проблема русского народа. В сегодняшнем ролике я расскажу вам про особенность русского менталитета, которая, скорее всего, есть и в вас, которая была во мне 100%. Это то, что двигает иностранцев вперед и то, что замедляет нас. Сегодня мы поговорим на эту тему, я разверну это, и ты поймешь, что действительно, если ты пофиксишь этот момент в своей жизни, эту особенность в своей жизни, то ты сможешь прогрессировать гораздо быстрее, и гораздо быстрее ты придешь к тем вершинам, которые ты желаешь. Мы начинаем. И, пожалуй, я начну с предыстории. Все начинается, конечно, со школы, потому что в школе закладывается фундамент любой личности. В школе ты доходишь друзей, ты учишься жизни, и школа — это самый главный учитель жизни. Но вот проблема в том, что школа нас учит весьма хуевой жизни. Школа нас учит так, как будто мы рабы жизни, и мы должны все время служить. Что происходит в школе, когда ты учишься и получаешь плохую оценку? Тебя ругают учителя. Тебя вот так вот пристально и как-то, ну, невзрачно на тебя смотрят твои одноклассники. Ты просто, если получаешь плохую оценку, ты являешься таким изгоем общества. И что происходит дальше, когда тебя гнобит учитель и говорит, что ну ты тупой, блядь, ты реально дебил. И у меня это было так. У меня так это было, потому что учитель ставил других учеников выше меня, потому что у меня были плохие оценки. И учитель говорил, ну вот, вот Коля тупой. Вот этот чувак тупой, вот этот классный чувак, вот этот вот ученик классный. Он умный, он учится, получает хорошие оценки. А ты, ты тупой. Ты получаешь плохие оценки, ты, ну, ты ужасен. И тогда формируется на подсознательном уровне то, что да, я, я плохой. Я никто, я, я просто, ну, начинаются загоны. И начинается такой момент, как непринятие ошибок. Потому что это не происходит в школе так, что ты совершил ошибку, и к тебе подсаживается учитель и говорит тебе, слушай, дорогой, давай я тебе помогу, давай мы сядем, я, может быть, позову других одноклассников, чтобы тебе помогли разобраться с этой темой. Нет. Говорят тебе в отрез. Ты тупой и точка. Ты тупой и точка, и ты сам должен с этим разбираться. А проблема в чем? Проблема в том, что в нашем подсознании загладывается такое восприятие, что А, он считает, что я тупой? Да он, да он, пошел он нахер. Я не тупой, я, я классный, а он, вот он дурак. Он дурак, учитель тварь, учитель мразь. И это нормально, потому что, конечно, к тебе учитель так и относится, блядь. Ну и, конечно, потому что учитель к тебе так и относится. Это нормальная реакция ребенка. Не принятие того, что тебя считают тупым. Это, это абсолютно нормально. Но проблема заключается в другом. И потом, во взрослой жизни, когда ученик вырастет, когда ему станет 25-30 лет, и он будет совершать какие-то ошибки, он не будет это воспринимать так, что Да, я совершил ошибку. Пожалуй, мне нужно вот сейчас поднажать в этом вопросе. Попрошу какого-нибудь друга, чтобы он мне помог, чтобы все-таки я здесь преуспел и всех обогнал. Нет, это воспринимается так, что я совершил ошибку. Да все тупые. Все тупые. Это говно. Это ненужная херня. Оно мне не надо. Пошло оно все в жопу. Это потому, что тянется со времен школы. И вот это вот, вот это вот менталитет. Вы понимаете, это я понял. И реально это увидел на примере общества, когда я переехал в другую страну. Я заметил, как местные жители, если не совершают ошибку, они спрашивают. Слушай, а, ну да, я совершил ошибку, но... Скажи, а как ты это сделал? Как у тебя получилось это сделать? Как ты здесь преуспел? Что я здесь сделал не так? Ты видишь мою ошибку? И русский человек говорит. Это дерьмо. Да тупой, блядь. Тупой учитель. Тупые все. Ты тупой. И проблема в том, что он не говорит, что я совершил ошибку. Нет, он говорит, что я не совершил ошибку. Это вы все тупые. Я один умный, вы все тупые. И проблема в том-то как раз-таки, что не все тупые. Ты тупой, реально, ты тупой. Но осознай эту ошибку. Признай, что да, я совершил ошибку. Но помоги мне. Помоги мне, друг, чтобы я тоже в этом преуспел. Чтобы я тоже стал такой же крутой, как ты. И тоже был умен в этом вопросе. Вы понимаете, что все тянется из школы. Это проблема русского образования. Образование. Я не буду сейчас пытаться перестроить полностью систему образования России. Но поймите, что вам нужно выйти из этого клея. Вам нужно выйти из этой цепи. Когда вы совершаете ошибку, вы замыкаетесь и говорите, что все твари. Нет. Сломайте это. Сломайте это. Просто прекратите так делать. Если вы совершили ошибку, признайте. Со спокойным сердцем. Признайте. Да. Я совершил здесь ошибку. Я здесь действительно не прав. Я... Ну, окей, есть люди, которые здесь более успешны, чем я. Которые понимают, как это работает. Которые преуспевают в этом. Окей. Окей. Это нормально. Я где-то лучше. Они где-то лучше. Но в этом моменте я совершил ошибку. Так давай я спрошу этого человека, как это сделать. После чего я это выучу и стану лучше него. Вот так нужно действовать. И так действуют местные жители. Так действуют европейцы. Так действуют американцы. И это то, что их сильно бустит вверх. А нас это сильно бустит вниз. То есть это нас спускает вниз. И поэтому возникает вот такой резонанс. Потому что русский менталитет не позволяет нам учиться на своих ошибках и выходить выше. Потому что мы не признаем ошибки. Мы не признаем, что мы не везде лучшие. Но невозможно быть везде лучшим. Конечно, в одной дисциплине один лучший. Во второй второй. Но нельзя быть везде лучшими. Поэтому необходимо признавать то, что где-то мы лошаем. И учиться у других. И это относится напрямую к тебе. Перестань кричать, что ты самый умный. Думай это про себя, но при этом бери что-то у других. Учись чему-то у других людей. И тем самым поднимай себя. И тогда ты действительно сможешь стать самым умным и самым крутым чуваком на свете. Слушай, перед концом ролика я попрошу тебя написать в комментарии, какой ты хочешь, чтобы я снял ролик. Потому что мне очень важно знать именно твое... Стой. Да, к тебе. К тебе. Думаешь ко всем. Не-не-не. Я именно к тебе обращаюсь, друг. Именно к тебе. Да, ты сейчас хотел свернуть это видео, чтобы начать смотреть следующее. Не-не, я именно к тебе обращаюсь. Напиши в комментарии, какой ты хочешь ролик, чтобы я снял. И я обязательно его сниму. И передам тебе привет в следующем ролике. На этом все, друг. Поставь лайк, если тебе понравилось это видео. Поставь дизлайк, если тебе не понравилось это видео. Это же логично. На этом все. Хорошего просмотра. Ой, блядь. На этом все. Хорошего дня. Счастья, здоровья. С вами был Ник. Субтитры сделал DimaTorzok